Всем привет! Это детский влог КХЛ, который называется «Вселенная хоккея». Самая веселая передача о хоккее после судейской. Договорила мама, лучше бы на врача пошел. Погнали! Меня зовут Леша Янгер и сегодня мы начинаем знакомиться с миром КХЛ. Помогать в этом нам будут дети 2014 года рождения из Академии Петрова. Они-то про хоккей знают практически все. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Тихон Бабушев, я защитник Академии Петрова, мне 9 лет. Меня зовут Илья Орешников, я нападающий Академии Петрова. Я Дима Вахрушев, центральный нападающий Академии Петрова. Меня зовут Богдан Иванов, я нападающий команды Академии Петрова. Меня зовут Вячеслав Баранов, центральный нападающий Академии Петрова. Давайте начинать! Наша первая рубрика называется терминология. И в ней дети рассказывают о чем-то хоккейном. А нам с вами надо угадать, о чем же идет речь. Она помогает часто. Да, бывает и спасает. Мне всегда она нужна. Ну, там вратарь у нас упал. И чтобы не было гола, я подставился под шайбу. Мне случайно прилетело ***. Если ты защитник и можешь упасть под шайбу, то тогда тебе может очень сильно прилететь. Это хоккейная оборона такая. Защита на... Как сказать? Чтобы защищать... Что ж, защищать что? Защищать нижнюю часть тела. Защиту на... Я знаю, что это было. Ну, конечно же, защиту нижней части тела в народе называют просто ракушкой. В первую очередь из-за ее формы. Если шайба прилетает, то она прилетает в ракушку. Ракушка служит, чтобы защищать паха, когда... Чтоб тебе не прилетела никогда шайба в пах. Ракушка нужна для того, чтобы защищать пах. Если вы угадали, то большие молодцы. А если нет, то знайте, ракушкой в хоккее называют защиту паха, которая бережет игрока от различных травм. Крепится эта защита на специальные ремешки поверх термобелья. Видеть ее невозможно, потому что она спрятана под хоккейными шортами. Ракушка является обязательной защитой не только для хоккея шайбы, но и в некоторых других видах спорта. Кстати, существует как мужская, так и женская защита паха. Это было очень увлекательно. Думаю, многие из вас и не знали, что такая защита вообще существует. Спасибо нашим ребятам из Академии Петрова. Но надо двигаться дальше. Переходим к рубрике «Правила игры». Давайте познакомимся с Вячеславом Шуваловым. Он главный судья вселенной хоккей. И попробуем отгадать, какое нарушение правил он определил. Что же это за жест? Ну, это вот. Это когда удаление или буллит. Я в основном не нарушаю правила. Это подножка. Подножка. Это подножка. Это подножка. Это означает подножка. Ага. Я, честно говоря, подумал, что просто судья запачкался и такой, ё-моё, штаны замарал. Надо с этим что-то делать. А оказывается, это была подножка. Определяя подножку как нарушение правил игры, один из главных судей матча делает рубящее движение ладонью руки по ноге ниже колена. При этом оба конька судей должны находиться на льду. Подножка – одно из самых распространенных нарушений в хоккее, поэтому её можно увидеть практически в каждом матче. Я бегу-бегу, а там бац, клюшку суют мне под ноги, я под ноги буду. Правил в хоккее очень много, и при этом они ещё и меняются каждый год. Хорошо, будем учить их понемногу. В каждом выпуске по чуть-чуть. Что у нас там дальше? А дальше играем все вместе. Задание для всех. Вы знаете, что такое рифма? Первое задание. За 15 секунд придумайте рифму к слову «ловушка». Время пошло. Вратарь отбивает ловушку. Рифму. А. Ловушка... Ловушка спасает вратарей. Протаря. Ловушка, блин. Ловушка... Клюшка. Ловушка? Клюшка. Я не знаю, я подсказал тебе, что-нибудь своё придумать. Ловушка, как клюшка. Клюшка, как ловушка. Клюшка. Старушка. Ловушка-клакушка. Пердушка. Ловушка-пердушка. Конечно же, самое популярное, что ни на есть в хоккее. А я вот придумал. Ловушка-подружка. Почему-то мне это задание тоже легко удалось. Давайте что-то посложнее. А что там у нас дальше? Ага, ребята из Академии Петрова. Надо за 30 секунд назвать три предмета из хоккейной раздевалки на букву «Ш». Поехали. Поехали. Ша... Шапка. Шлем. Шайба. Шлем. Шайба. Шарик. Шарик. А, шайба. Шарик. Шарик. Шлем. Шнурки. Такого не бывает. Шкаф. Шайба, шлем, шнурки. Шарик где-то затесался. А сколько вы смогли назвать предметов на букву «Ш»? Ну а наши ребята, какие же красавцы. Я бы еще сюда добавил штаны, штангу и штопор. Но этот предмет встречается только в чемпионских раздевалках. И напоследок моя любимая рубрика. В ней нам помогают наши друзья-маскоты. Играем в крокодила. И сегодня нам поможет смелый и опасный пиратыч. Попробуем угадать, кого он изображает. Я, кстати, тоже не знаю пока ответ и буду отказывать вместе с вами. Так, что же он нам такое показывает? Спортсмен. Судья. Мне что-то это напоминает тренера. Тайм-аут, судья, тренер, второй тренер. Встает на стул и кричит. А, это может быть не слово, он же нам просто показывает. Это крокодил, конечно. Строгие. Высокие. Я вот был, когда на матчах, я видел, как он прям кричит туда бежать, туда не бежать, фе-е-е-е. Меняем все. Второй тренер. Большой тренер. Силач. Большой тренер-силач. Строгого. Судья. Тренер. Второй. Хоккеист. Тренер, который показывает, ну, которому нужен пойм-аут. Наш тренер. Это замены как раз, да-да-да. А я это видел. Я, если что, подкован. Он получается этого сюда, этого сюда. Главный. Главный. Главный тренер. Главный тренер. Я в шоке, но некоторые из ребят угадали в том, что показывал Пиратыч своего тренера. И это было правильно. Главный тренер. Видимо, он часто у них вот так вот кричит, что-то показывает и делает замены. Планшетка оказалась хорошей подсказкой. Спасибо команде Адмирал и персонально Пиратыч за эту пантомиму. Ну и наши ребята из Академии Петрова тоже угадали. Я бы сказал, красавцы и нечего добавить. Большая благодарность им за участие и их родителям за воспитание таких классных детей. Веселый получился выпуск. Надеюсь, он понравился вам так же, как и нам. Ну а мы совсем скоро отправимся в другие школы, чтобы пообщаться с ребятами и подготовить новые задания. И помните, хоккей это игра, которую мы полюбили, потому что было весело. А все остальное уже пришло с возрастом. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин